Так, девчонки, всем привет! С вами сегодня снова я, Юля, и это передача «Шаги к успеху». Сегодня я вам покажу новый видеоурок. Да-да, именно очень-очень долгожданный видеоурок. Как раз-таки появляется третья моя новость, это то, что помимо русских зрителей, меня смотрят ещё и иностранные зрители, например, такие как из Бразилии и ещё очень многих других разных стран. Поэтому я запустила даже новый канал, в котором я буду снимать аналогичные видео, как и на моём основном канале, только просто будет вот тут вот ещё где-то вот тут ниже английский текст, то есть международный язык для иностранных жителей, чтобы они, похоже, в своей стране могли становиться лучшими гимнастками. Вот, поэтому, если вы вдруг хотите посмотреть, как же это будет выглядеть всё на английском языке, вы можете переходить там по ссылочке внизу и смотреть видео для иностранцев. Ну, я думаю, не знаю, зачем вам это смотреть, это просто как бы чисто для иностранцев. Вы можете смотреть, в принципе, оставаться на моём этом же канале и продолжать смотреть мои видеоуроки. А иностранцам я как раз-таки сейчас-таки и покажу, по какой им ссылочке нужно перейти. И да, почему я именно это решила сделать, потому что у меня очень за это время, вот буквально за три последних месяца, поступала просьба от иностранных гимнасток, чтобы я снимала специально для них видеоуроки, потому что они могут мои видео только смотреть, но ничего совершенно не понимают, что я говорю. Вы представляете, если бы я говорила по-английски, а вы бы ничего бы не понимали по-русски. Ну, вы бы просто только посмотрели, как я поднимаю ногу, говорю там что-то, переведите её туда-туда-туда, какие-то булавы так, отсюда-отсюда, а что я от вас хочу, непонятно. Поэтому я буду тут вести для русских, там вести для иностранцев, всё. Вот, так, значит, последние три месяца они меня просили снять их, как выполнить их, извиняюсь, топовые элементы, то есть в каждой своей стране есть какие-то крутые элементы. Ну, вот, например, у нас, как вы думаете, у нас, например, самый крутой элемент, это там, допустим, равновесие в низком, там, ну, фуэдэшка, там, какие-нибудь комбоэлементы, допустим, постояли в низком, ушли вот в такое равновесие, в колечко, да, а у них сейчас есть тоже свои такие оригинальные элементы. Вот, но на самом деле ими пользуются и наши, российские спортсменки, потому что правила международные, и этими элементами могут пользоваться абсолютно все, просто в иностранных клубах, да, в иностранной художественной гимнастике. Некоторые элементы просто пользуются популярностью, и именно эти гимнастки меня попросили снять на эти элементы видеоурок. Поэтому смотрим. Итак, поехали. Я вам покажу вот такой вот элемент. Смотрите, мы берем ножку и показываем с вами три формы равновесия. Одна форма равновесия, вторая форма равновесия, и переводим в третью форму равновесия. Это вот такое равновесие. Мы называем это переводное. Равновесие, не знаю, как у вас, там, в ваших спортивных школах это называется. Мы называем переводное равновесие в три формы. Итак, чтобы выполнить это равновесие, что же нам нужно сделать? Первое. Необходимо обязательно растянуться. Вы берете стульчик, садитесь на шпагатик и сидите с правой и с левой ноги, ну, примерно минуты по три. Вот. Потом вы берете, опять же, стульчик и садитесь уже в поперечный шпагат. На одну ножку, потом разворачивайтесь, сидите на другую ножку. Обязательно перед этим элементом нужно очень хорошо потянуться. То есть на каждую ножку в продольный шпагат три минуты с правой ноги, с левой ноги в продольный шпагат три минуты со стульчика, в поперечный с одной ножки и с другой ножки обязательно по три минуты. Дальше. Что же мы делаем с вами дальше? После того, как мы потянулись, наши связочки растянулись, мышцы потянулись, все хорошо. Дальше. Что мы с вами делаем? Мы с вами становимся и делаем вот такие движения. Ручки ставим на пояс, выполняем. Раз, и два, и три, и четыре. Это вот эти упражнения нужно выполнять, чтобы нам разогреть нашу паховую часть. Вот эту вот. Потому что если мы на неразогретые мышцы сразу встанем и будем делать вот эту переводную штучку, мы можем получить очень серьезную травму нашего паха. Чтобы этого не произошло, нам нужно не только потянуться, но еще и хорошо размяться. Поэтому продолжаем с вами делать. Вот так нужно нам где-то сделать 60 раз. Да, именно 60 раз. Вы можете это делать и как и стоя, но также и лежа на полу. Но лежа на полу я вам сейчас показать не смогу. Обычно ложитесь на спинку, ножки вытягиваете перед собой, можете ручки поставить на предплечье и то же самое выполнять на полу. Но мы же делаем с вами все-таки элемент стоя, поэтому мы становимся на ножки и выполняем это стоя. 60 раз от себя, 60 раз к себе. Внимание, очень важно, очень важно не разворачивать корпус. Вот вы делаете не разворачивать, не шевелить корпусом нельзя. Все, корпус зафиксирован, прям все встали твердо и выполняем только одной ногой, только одной ногой. Корпус стоит ровно. Так, делаем амплитудно. То есть мы не делаем вот так вот еле-еле, а мы делаем, поднимаем точно через сторону, точно ведем груди и опускаем. То есть нам нужно проработать очень-очень хорошо пах. Сделали 60 раз в одну сторону, 60 в другую. Приступаем на другую ножку. Обязательно делаем с вами на другую ножку то же самое. 60 раз в одну сторону, 60 раз в другую. Можно делать вот так медленно, как я, чтобы хорошо проработать пах. Быстро, не надо делать вот так резко, потому что как куда-нибудь, куда-нибудь как не встанет, туда и пойдете. Еле-еле. Поэтому лучше прорабатывать хорошо пах. Медленно. И 60 раз в другую сторону, обязательно в другую сторону. Сделали мы 60 раз в одну сторону, 60 раз в другую. Все, разработали пахи. Что мы дальше с вами делаем? Дальше мы с вами делаем махи. Махи тоже очень важно сделать. Это тоже, чтобы наши мышцы привыкли вот к этим подниманиям, к высоким. Можно сначала потянуть, взять ножку. И, внимание, если вы делаете на правую ножку, то вы разворачиваетесь, тянете правую ножку, да? Вот так берете и тянете ее. Тянете, тянете. Корпус сюда продавливаем. Таз продавливаем. Только не отклоняемся. Отклоняться нельзя. Мы ставим ровненько. И просто ножку тянем к себе. Локти сгибаем. Потянулись где-то 60 секунд. Потом можно сделать на другую ножку. Обязательно на другую ножку делать. Не надо делать на одну ногу. Обязательно делать уже все на две ноги. И то же самое делаем с вами на другую ножку. Коленочку внизу выпрямляем. Выпрямляем. На согнутой коленке вот такой вот стоять, вот такой согнутой нельзя. Мы стоим на прямой коленке. И тянем ножку к себе. Вот таким вот образом. Потянули. 60 секунд потянули. Потом можем потянуть в сторону то же самое. Взять. Либо вот так вот взять. Да? Вот так взять ножку. Потянуть одноименной рукой. У кого растяжка позволяет, вы можете вот так перевести. И потянуть уже другой рукой. Левой. Видим, да? Вот так вот. 60 секунд постояли. Потянули с вами другую ножку. Лучше это делать с опорой, чтобы вы никуда не упали. Да? Вот так вот опираемся, чтобы все было у нас чики-пики. Вот. Ну, я уже как бы мастер спорта. Я могу, в принципе, без опора делать. Мне это труда никакого не представляет. Вот. Поэтому вот так вот. Потом дальше вы берете 60 секунд потянули. Берете ножку левую. Левую. В захват. И тянем тоже самое в захват. 60 секунд постояли. Важно. В захвате корпус вот так вот не заваривать. Нельзя заваривать. Вот вы можете попробовать одноименную руку тянуть. Потому что у вас же идет перевод. На одну руку вы же не меняете. Вот вы можете попробовать попритягивать одной рукой. Вот как я. Видно, да? 60 секунд постояли. И на другую. С другой ногой будет проблема. Ну, попробуем, попробуем. Попробуем. Тут нужно еще, знаете, сила рук. Так можно, если это сказать. Ну, вот. На другую я могу одноименной рукой. Вот так вот. Все, потянули, да? Хорошо все потянули. Дальше обязательно нам нужно выполнить махи. Выполняем махи. Махи. Как у нас выполняются махи? Кто мои смотрел прошлые видеоуроки, знает, что мы мах в квадрате выполняем. Корпус не разворачиваем. Не сюда, не сюда. Не на согнутой ноге стоим машем, да? Мы стоим четко, ровно, таз ровно, пяткой вовнутрь. Вот так вот махать нельзя. Нельзя. Только пяткой вовнутрь. Пусть у вас будет немножко понеж, но правильно. Не надо туда махать. Лучше правильно машить. Вот. Сделаем мах. И раз. Корпус стоит ровно. Вот так нельзя делать. Да? Ровно. И раз. И два. Сделали 20 махов одной ножкой. У нас видео не резиновое, поэтому я делаю все в сокращенном варианте. Вы делаете, естественно, как я вам говорю, по 20 раз. И дальше на другую ножку. Тоже 20 раз. 20 раз выполняем махи. 20 раз. У меня места вообще очень мало. Вот. Если повезет, я вам буду скоро в зале снимать видеоуроки. Дальше мы с вами точно так же разворачиваемся. Выполняем с вами махи в сторону 20 раз. Только не вот так вот. Попу мы не вытягиваем. Нельзя вытягивать. Все. Все зажали. Корпус ровно стоит. Все закреплено. Вот так тоже мы делаем. Все ровно. Все ровно. Пятки вовнутрь. Видите? Вовнутрь. Не вот так, а вот так. Сделали 20 раз. Разворачиваемся. На другую ножку делаем. Тоже 20 раз. Вот мы встали. Выполняем с вами 20 раз. На другую поворачиваемся. И делаем махи назад. Тоже 20 раз. Важно. При махах назад не проваливаться корпусом. Корпус стоит ровно. Вот вы выполняете мах, и корпус у вас остается ровно. Не вот так вот вы делаете, а вот ровно, как будто вы проголосили кинжал, который вам не дает опускаться. И начинаете делать. И раз, и два, и три. 10 раз. Не вот так махать, а точно пяткой наверх. Вот так разворачивать нельзя. Вот так. И на другую ножку тоже по 20 раз. Коленочку выпрямляем. Стараемся ножкой коснуться головки. Все. 20 раз делали. На ту, в другую ножку. Дальше, что мы с вами делаем? После того, как мы разогрелись, да, разогрелись с вами, делаем уже переводики. Мы становимся на нашу рабочую ножку, на ту, которая нам удобно это делать. Ну, вот мне, например, удобно делать на правой ноге перевод левой ногой. Поднимаем ножку. Как брать? Изнутри. Не так, не еще как-то там, да, как-то там загнуться. Вот. Ладошка вверх. Берется пяточка изнутри. И поднимаем. Можно потянуться, постоять вот так вот, привыкнуть в этой форме. И делаем переводы сюда, 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 сюда. Важно через вертикаль. Не опуская корпус. Нельзя переводить вот так вот ни в коем случае. Все, вы встали, закрепились, закрепились. И делаем. Раз, два. Сделаем такие отведения. Двадцать раз будет достаточно сделать вот таких отведений. Двадцать раз. Раз, два. Помним, нужно показать обязательно две формы. Вот если вы будете делать равновесие. Слушаем с вами внимательно. Если вы будете делать равновесие, вот вы взяли ногу, и вы сразу начнете делать перевод откуда-нибудь вот отсюда, еще если вот так вот, то есть вы не дотянете ножку до уха, то вам ничто это не засчитает. Обязательно нужно показать три формы. Раз, два, три. Три формы. Если вы сделаете вот так вот, все, ноль, ноль. Если вы сделаете, возьмете и покажете три формы, зафиксируете один-два, один-два, и переведете там, сделаете один-два. Вам засчитают, все будет вот. Вот. Поэтому, значит, что нам нужно сделать? Нам нужно научиться показывать обязательно формы. Мы встаем и проверяем, чтобы у нас ножка была точна перед нашим носиком. Вот так вот нельзя. Обязательно стараемся прижимать. Прижимаем. Здесь мы прижимаем. Сделали мы, да, вот таких двадцать переводов сделали. Только корпус вот сюда не отводим. Все. Корпус вот сюда. Не корпус, а попу с тазом, да, с вами подали вперед. И дальше, что мы делаем? Когда мы с вами переводим ножку вот сюда, вот, уже назад, да, повели, вот отсюда вот, мы с вами не выпячиваем таз, мы его наоборот с вами убираем, наоборот с вами убираем. И вот эту вот руку мы спускаем вниз, вниз спускаем, потому что когда мы будем переводить, вот отсюда нам будет очень тяжело, очень тяжело, отсюда невозможно перевести. Поэтому нам ручку нужно спустить. Спустить, перехватываем вот таким хватом, видите, да, вот таким хватом. Вот. К себе ладонью. И просто выкручиваем ногу и локтем уже тянем ее на себя. Уже за счет руки. За счет вашей силы руки мы тянем ногу до головы. Еще раз повторяю. Смотрим внимательно. Мы подняли с вами ножку, мы подняли с вами ножку, показали форму. Одну, вторую, ручку спуская, мы выворачиваем ножку, да, вот так вот сгибать нельзя. Все, вот так согнули, а потом выпрямили, вот так вот, вот так раз, а потом выпрямили. Все, ноль, ноль. Вам нужно прямой ногой перевести, вот таким вот образом, смотрите, подняли. Подняли, показали, раз, два, раз, два, и прямой ножкой перевели. Все, вот так вам засчитают. А если вы сделаете вот так, раз, два, да, раз, два, а потом сделаете вот так вот, и вот так, все, ноль, ноль. Вам нужно сделать, еще раз смотрим, как правильно. Мы сделали с вами раз, два, постояли, раз, два, и перевели точно с прямой ногой, не выводя ее с вертикальной оси. Смотрите, какая будет еще ошибка, если вы сделаете. Вот, постояли, все, вы шикарно простояли, показали две формы, да, раз, два, раз, два. И если вы сделаете вот так вот, понизите ногу вот так вот, а потом ее дотянете, ноль, все, не засчитают. Обязательно через вертикаль. Не вот так вот, тун, тун, а все, точно через вертикаль. Еще раз смотрим. Подняли раз, ножку, раз, два, простояли, раз, два, простояли, и точно через вертикаль. Мы должны с вами, когда вы ножку перевели, корпусом подтянуться наверх, макушкой наверх. Если вы туда провалитесь, вот так вот сделаете, вот так вот вы сделаете, вот так, все, вы туда кубарями упадете по инерции. Нет, вы должны после того, как вы ногу перевели, сразу корпусом, корпусом и ногой подтянуться вверх, вверх, вертикаль, вверх. Смотрите, что вам нужно сделать. Вы взяли, перевели ногу, раз, два, и подтягиваемся вот тут вверх, макушкой. Вот, вверх, ногой, и корпусом должны подтянуться вверх. Вот и все. Ничего в этом сложного нет совершенно, сложного нету. Просто вот такую нужно понять, как бы, и тактику, и все будет нормально. Еще разок вы взяли, задержали раз, два, раз, два, около ушка, да, ручку спустили, хватом перехватили, вот таким вот. И просто перевели и дотянули на себя, только корпус остается вертикальный. Все, только не забудьте там еще простоять. Раз, два, раз, два, раз, два, 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 два секунды, да. Ту секунду, ту секунду, ту секунду. То есть, всего получается у нас шесть секунд. Секунду. Вот. Так, обязательно попробуйте сделать на другую ногу. На другую ногу я вам сейчас говорю, у меня не айс получается, но обязательно нужно делать на другую ногу, а то вы будете кривоболки. Мы встали, раз, два, простояли, раз, два, простояли, перехватили, видите, да, как перехватили, и перевели. Все. Вот. У меня на эту ножку хуже получается, хуже тем, что заднее равновесие. То есть, на вот эти два равновесия передних я правша, а на то равновесие я левша. Ну, как там ценится, я не знаю. Либо наоборот. Короче, в общем, раз, два, простояли, раз, два, простояли, перевели, и тут тоже два счета простояли. Все. Ой, больно. Только вы должны сделать очень быстро этот перевод. У вас не должно быть вот такого, смотрите, еще одна ошибка. Очень многие, смотрите, тут простояли, да, они, раз, два, раз, два, а вот тут прям, и, пух, вот так вот. Нет. Такого не должно быть. Все сразу прям, все на одном дыхании. Взяли вот так, раз, два, раз, два, перевели, раз, два. Все. И обязательно приставить ножку пам. Все. Задать красиво, как гимнастки подтянуться. Все. Все очень просто. То есть, делайте вот такие движения, и все у вас получится. Потом постепенно вы можете уже отходить от стеночки, ручку держать в сторону, и то же самое уже не использовать стену. Все. На этом мой видеоурок подошел к концу. Шагайте уверенными шагами к успеху, добивайте своих целей и побед. С вами была я, Юлия Востровина, и передача моя «Шаги к успеху». Ждите новых видео. Обязательно в комментариях я жду ваших положительных отзывов. Новые элементы, которые вы хотели бы получить ответ, как же их делать, тоже пишите, задавайте, я посмотрю. Вот. Покажу вам, как правильно сделать элементы. Ну, в общем-то, и все. Все. Всех люблю. Пока-пока. И все-таки подпишитесь на мой новый канал. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. И оставляйте положительные комментарии. Все. Люблю вас. Пока-пока.